Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Наталья. Сегодня я готовлю овощи гриль. Это синие баклажаны, сладкий перчик. Все это режу на такие скидочки, довольно-таки не тоненькие, потому что если будут тонкие, будут гореть. Их не солю, не смазываю маслом, ничего. Просто вот так вот, как они есть, в натуральном виде, выкладываю и поочередно пеку мои овощи на сковородке гриль. Аромат, конечно, в доме стоит бесподобный. Как только овощи уже хорошо поджарились, с одной стороны, я их переворачиваю. И уже в этот момент я их смазываю оливковым маслом, немножечко, совсем чуть-чуть. Помидорчики, тоже таким же способом. У меня помидорчики маленькие, я их режу только напополам, на две части. И тоже их буду готовить на гриле. И цукини. Цукини маленькие у меня были, поэтому на три части я их резала вдоль. Для соуса мне понадобится лимонная цедра. И я ее приготовила. Теперь чеснок. Чеснок режу мелко. Беру испеченные перцы. Я сняла с них уже кожицу. Режу их на такую довольно крупную соломку. Это все у меня пойдет в соус. Подготавливаю соус для овощей гриль. Перец, чеснок. У меня укроп есть. Это редкость в наших краях. Но у меня, к счастью, было. Сок одного лимона. Смешиваю с нарезанными овощами. Оливковое масло, соль, перец. И все хорошо перемешиваю, чтобы овощи напитались соком и напитались мясом. На дно формы я выкладываю соус, так называемый, овощи с лимонным соком и с оливковым маслом и с чесноком. Теперь слоями я выкладываю синие баклажаны, перец. Все это уже подготовлено, испеченное на сковородке гриль. И помидорчики. Все это выкладываю слоями. И заливаю моим соусом, который есть. И еще добавляю оливковое масло. Сюда же я добавила еще петрушку и орегано, сухую траву. Орегано у нас ее называют. Виталий ее зовут орегано. Сверху оливковое масло. И что? Овощи готовы. Я их оставляю на полчасика, пока я буду подготавливать тесто. Овощи настоятся хорошо. Напитаются оливковым маслом и напитаются всеми ароматами, которые я туда добавила. В муку я добавляю молоко. Я подсолила, немножко добавила соды сюда в муку. И в конце, когда уже мука с молоком хорошо перемешались, оливковое масло. Оливковое масло добавляю в конце. Мне оно тогда помогает легче вымешивать. Тесто становится не такое липкое. С ним работать приятно, и оно мягкое. И его не надо забивать мукой. Оно не пристает к досточке. Делю на порции. Скатываю такие шарики. Это мне поможет потом раскатывать. Мои лепешечки должны быть такие слегка продолговатые. Потому что я имею эти овощи. Они тоже как баклажаны, они продолговатые. Кладу баклажан. Кладу перчик. Добавляю немножко моцареллы. Выдавливаю весь воздух из моего панциротти. Я не знаю, как это сказать по-русски. Ну, такой пирожок, такая лепешка. Назовите сами ее, как хотите. Ну, потому что овощи не будешь же кушать. Или с мясом их надо кушать. Или с хлебом. А я вот предпочитаю сделать такую вот тоненькую-тоненькую, такую как лаваш. Тесто такое сделать. Положить вовнутрь или сыр, или вот наши овощи. Смотрите, какая красота. Это вкусно, приятно и красиво. Попробуйте сделать по такому рецепту панциротти. Я уверена, вам понравится. Пока-пока. Ваша Наталья. До новых встреч.